Здравствуйте! Я, неволина Елена Александровна, учитель русского языка и литературы, эксперт по проверке заданий ЕГЭ по русскому языку, приветствую вас на моем канале. Навык успешного выполнения заданий ЕГЭ по русскому языку формируется при систематических тренировках. Записывайтесь на мой курс подготовки к ЕГЭ по ссылкам после видео. В этом уроке вы узнаете, каковы основные черты разговорного стиля речи. Разговорный стиль используется в непринужденных беседах, чаще в неофициальной обстановке. Основная форма существования разговорного стиля – устная. В письменной форме разговорный стиль встречается в записках, частных письмах, при фиксации речи персонажей в литературных произведениях. Задача этого стиля – общение, обмен информацией. Особенности разговорного стиля – неофициальность, непринужденность, неподготовленность, эмоциональность, использование мимики и жестов. Каковы речевые особенности разговорного стиля? Речевая особенность номер один. В разговорном стиле часто используется разговорная, просторечная лексика, жарганизмы. Например, разговорная лексика – газировка-электричка, просторечная – башка-шнобель, жарганизмы – дембель-общага. Вторая речевая особенность – экспрессивность и оценочность в лексике и словообразовании. Например, обалденно, бух, княжонка. Речевая особенность номер три – больше использования конкретной лексики, меньше абстрактной. Пример конкретной общеупотребительной лексики – диван, кровать, спать, одеваться, кран. Четвертая речевая особенность – часто использование фразеологизмов. Например, гнуть спину, набить карман. Речевая особенность номер пять – наиболее частое употребление личных и указательных местоимений, междомедий, наречий, частиц. Пример такого употребления вы видите на экране. Речевая особенность номер шесть – преобладание, употребление глаголов над употреблением существительных. Редкое использование причастий и кратких прилагательных – неиспользование дейпричастий. Пример такой речи вы видите на экране. Седьмая речевая особенность – употребление односоставных и неполных предложений, отсутствие сложных синтаксических конструкций. Пример употребления неполных предложений в разговорном стиле. Чаю мне полчашечки. Речевая особенность номер восемь – употребление коротких простых предложений, как бы нанизанных друг на друга, без союзия сложных предложений. Пример вы видите на экране. Речевая особенность номер девять – частое использование побудительных, вопросительных, восклицательных предложений, употребление обращений. Пример на экране. Десятая особенность разговорного стиля речи – более свободный порядок слов, инверсии, повторы. Например. Ну, в заработке там, естественно, не теряли мы, потому что были рабочими простыми. Я там токарь был. В этих предложениях мы наблюдаем инверсию. Не теряли мы, были рабочими. Повторы. Там-там, был-был. На экране вы видите пример текста, в котором определяются признаки разговорного стиля. В разговорном стиле встречаются все типы речи – повествование, описание, рассуждение. Жанры разговорного стиля – беседа, записка, письмо, дневниковые записи, посты или комментарии в социальных сетях. По ссылке после видео вы можете скачать таблицу с основными признаками разговорного стиля речи. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok